всем привет это сан свар значит решил показать сделать видео про свой автомобильчик то есть это значит каблучок так называемый в народе значит ренок кангу машина как мы видим рестайлинги немножко от изменены фары мордочка такая ну как мне кажется более симпатичная по сравнению вот то что до этого было вот машина очень вместительная я вообще честно скажу у нас может быть не очень популярна марка рено до считается как бы но я очень доволен у меня очень большой так скажу ну приличный так скажем опыт владениями машиной марки рено в принципе первая рабочая такая у меня была тоже кангу первого поколения куплено она была на рынке бушная вот пятилетка естественно я думаю что она была там и скручен спидометр и все такое но два года она не отъездил отлично то есть какие-то были какие-то небольшие ремонты но очень доволен потом я купила правда сценик у меня был тоже значит брал уже новую машину тоже пять лет отъездил для работы конечно не очень удобно потом меня брат подбил так скажем вот я купил тигуан вот тоже машина конечно классная но не для работы она удобно комфортно и но я считаю что это не возить баллоны как бы это это жестоко вот поэтому конце концов я отъездил полтора года где-то и пришел решение все-таки поменять машину и взял поездил посмотрел да вот взял сейчас кангу опять вот в рестайлинговый ну значит покажу более подробно значит что как мне кажется прямо что я рассматривал скажу честно разные варианты то есть citroen и peugeot peugeot потом что еще caddy volkswagen да тоже как бы вот caddy чем хорош конечно большая линия ну большая возможность выбора машину под себя то есть можно заказать и автомат там и дизель но все что хочешь да вот но там цена будет то есть от миллионов грубо говоря если нормальная борьба или менее да и выше вот peugeot тоже неплохие машинки принципе симпатично но объясню сейчас вот и в данном виде как раз хочу показать почему мой выбор остановился именно на рено кангу вот ну смотрите значит вот эта машина во-первых по цене получается вот они сейчас новые движки 102 лошади 16 102 лошади то есть раньше у них были конечно слабоватый там вообще 88 людей вот значит что идет значит вот 750 тысяч в общем это машина вышла и я единственное что я сделал я затонировал задние стекла машине я установил партроники в автосалоне брал перед новым годом вот резину еще наш поставил и что и в принципе все то с резины что резина сама по себе дорогая да ну еще 50 800 тысяч у меня вышла полностью значит цена этого автомобиля да со всеми допустим то есть парктроник тонировка вот багажник он уже идет с завода вот у меня как бы максимальный всего две версии мазь возят вот у меня как бы комфорт максимально считается это там разница не очень большая вот я брал максимально здесь иначе дуги о чем удобно они раскладываются свете маркировку то есть нажимается вот на кнопочку и раскладывается уже значит параллельно кузова то есть можно уже крепить длинномерный груз вот но это не самое главное багажник можно поставить любой машине вот сейчас я открою посмотрим что там еще есть значит смотрим вот такой салон немножко машина грязная скажу сейчас погода как вы видите сыр и грязь поэтому ну вот грубые выходные мыло вот уже за неделю она у меня убилась такой вот салон как мне кажется довольно симпатичным как видите вот консоль впереди вот это потом более подробно покажу это в принципе в европе есть с установленной навигации у нас как обычно не возят да вот я установил сюда прикуритель выход это я делал уже сам вот почитал формы вот профильные купил навигатор купил с видео входом вот и значит что я сделал я подсоединил подсоединил в общем купил камеру заднего вида подсоединил задние двери и теперь у меня навигации и в случае переключения заднего ухода у меня включается камера камеры с видом значит задним видом очень удобно вот тут еще парктроник все равно вот он стоит в углу так вот такой тормозной наш рычаг ручной тормоз ручной тормоз вот самолетного типа подлокотник вот что самое значит еще что полки вот видите вот значит есть полка под этим но тоже это все стандартно это есть вот смотрим самый интерес вот видите у меня сиденье передние пассажирская опущена в пол вот такая фишка так назовем только у кангу ну в других я просто не встречал как вы видите вот пролет получается два с половиной метра я могу сюда вы и лестницу положить стремянку длинную и трубы то есть это редко но бывает нужно то есть не нужно лазить на класть что-то наверх то есть обычно я трубы обматываю значит пленкой и кладу сюда в салон сейчас я открою с той стороны еще раз покажу движная дверь тоже видите за счет того что сиденье смотрите сиденье тоже опускается в пол как мы видим в пол то есть не нужно вытаскивать да в других машинах в тех же peugeot citroen их и коди сиденье складывается по старинке то есть как бы прижимают и складывается и прижимается занятия мы теряем сантиметров 20 как минимум или же нужно их вытаскивать но сами понимаете постоянно вытаскивать это не очень то удобно они довольно тяжелые вот здесь преимущество кангу как я считаю вот что перевесила то что реально вот место вот эти 20-30 сантиметров мы выиграем то есть получается вот такое пространство также идет вот тоже видите самолетного типа полки то есть крышечки можно все это что-то докладывать так что еще моя доработка сам я делал вот мы смотрим полочка видите штаб клея обтянута тканью вот это я уже делал сам сейчас опять же покажу почему зачем вот выход камеры заднего вида как мы видим вот он строя на где потому что здесь номер сбоку расположен и разместить по центру тоже таким способом вот дверь большая дверь опять же я сторонник одной двери большой я считаю что это очень удобно это своего рода козырек случае если дождь снег то есть погрузочная зона очень удобно чем распашная да вот хотя конечно нужно место определенное для разгрузки по любому нужно место то есть с этим я думаю никто спорить не будет вот видите низкая зона довольно таки то есть вот по колено да грубо говоря не надо высоко задирать широкий вот видите вместо какой вот этот пролет два с половиной метра можно сюда класть спокойно трубы вот давайте про полку нач продолжу вот я снял значит обивку и сделал такую с фанеры вот полочка теперь у меня видите там такой бардачок небольшой получился то есть там я храню какие-то вещи которые чтобы не болтались по багажнику вот они там лежат то есть не замерзайка там эта пленка стрейч разные фитинги запасные подкачки насос если что-то вдруг понадобит понадобится вот что еще по защите салона так как машина все-таки это рабочие но и домашние иногда функции выполняет свои я сделал такой это удобно как мне кажется я такую штуку сделал то есть такое покрывало то есть за чтобы когда при погрузке не пачкаться как мы видим коленки то есть будут будут всегда чистые это вот дополнительный коврик просто положил да вот он немножко длинного нужно будет подрезать и покрывала обычная в океане таким также вот видите спинку покрыл то есть тоже ковролин этот передний разложены также лежит поднимается очень в общем вот так вот по поводу собственно все это вот мой автомобиль рено кангу очень доволен при том что пересел я с машины опять же как я повторюсь и у меня было значит volkswagen tiguan двухлитровый дизель вот цена автомобиля в два раза дороже чем эта машина вот при всех минусах кангу конечно и медвежочек слабенькие и механика честно сказать первое время плевался потому что семь лет ездил на автомате что на странице что на тигуане потом и сесть на механику ну как бы блин западло так скажем да вот но все равно доволен для меня главное удобство то есть это реально вместительный автомобиль для работы вот я думаю что покупайте рено опять же кто бы что вам не говорил рено реально очень надежный качественный автомобиль то есть у меня проблем не было я говорю уже владею рено опыт у меня есть вот очень доволен она стоит своих денег опять же вот насколько я знаю мой товарищ коллега у него пежо вот ну у него вышло по моему около 900 тысяч машин тоже с опциями там и нет такой трансформации салона вот у меня же говорю 750 плюс доп опциями 800 тысяч машина то есть как минимум на 100 тысяч дешевле при том что имеет свои плюсы вот все сейчас еще раз значит сниму по кругу секундочку вот такая машинка опять же как мне кажется довольно симпатично имеет высокий клиренс вот вот обновленный значит дизайн рестайлинг был у них как мы видим вот такие фары более крупные более крупный знак можно на мордочку ты а я еще вставил вот в эти 50 тысяч как я сказал опции еще я поставил света филипские светодиодные габариты дневного параллitol второй второй этот regarde вот вот Продолжение следует...